Более 20 лет в муниципалитете проходит фестиваль эстрадной песни «Эдельвейс». За это время его участниками и победителями стало уже не одно поколение юных жителей. И традиции продолжаются. В этом году во второй тур конкурса вышли 83 вокалистов в 7 категориях. Так что перед жюри стояла нелегкая задача. Это в первую очередь, конечно, вокальная школа, без нее никуда. Это техника пения, понимание того, как извлекается звук, как правильно петь, так, чтобы не травмировать связки, так, чтобы использовать свое тело, дыхание. Конечно же, это сценический образ, сценическая культура. Одаренные вокалисты представили десятки ярких номеров. Одними из первых на сцену вышли воспитанники коллектива «Эврика» из Видновской детской школы искусств. Амалия Таджанова занимается здесь всего год, но за это время уже освоила самые разные музыкальные направления. Вот и сейчас девочка сделала ставку на необычный репертуар. А сегодня какая песня? «Бабкаёшка.бай». Она рокерская, модная и веселая. Забегая вперед, скажу, что выбор Амалии был правильный. Именно она стала лучшей в своей возрастной категории. Ай-ай-ай, не седба. Закати нас за «Бабкаёшка.бай». За трех-четырехминутным номером стоит большой труд как самих исполнителей, так и их педагогов и родителей. Восьмилетняя Кира Безрукова из детской школы искусств поселка Володарского целый месяц вместе с мамой готовили сценический образ. Образ подобный под песню. Песня веселая, экстравагантная. Долго искали, вот остановились на этом. А мечта у тебя какая? Мечта стать певицей. Мечта вырасти в больших артистов есть у многих ребят. И именно на таких конкурсах часто зажигаются те самые звездочки. Наша задача в жюри заключается в том, чтобы в каждом ребенке разглядеть эту искру, из которой потом может разгореться этот талант. Потому что именно от правильного взгляда педагогов и нашего взгляда жюри зависит развитие этого таланта. Завершился фестиваль аплодисментами и вручением дипломов. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.